Навальный заставил российскую власть вывернуть нутро наружу. Понятен повод для тошноты, сложнее с пониманием того, как дышит эта чудовищная конструкция. Мы видим в ней разные вещи. Одни говорят, Навальный сломал хребет режиму. Другие утверждают, Навальный бьет в пустоту. Одни говорят, Силовики взяли власть. Другие отвечают, Нет, все распадается. Одни, Запад отступает перед Путиным. Другие, Запад сейчас врежет Путину. Список несовместимых интерпретаций можно продолжать. Москва на пороге тоталитаризма. Россия в состоянии разложения тоталитаризма. Путин завтра уйдет. Путин навсегда. Да, россияне не могут договориться, как назвать систему, в которой живут, электоральная демократия или электоральная автократия, или что-то другое, коль скоро реальных выборов. Нет. Все выглядит как спутанное коллективное сознание. Ирония в том, что многое верно. Мы живем в системе, которая демонстрирует взаимоисключающие импульсы. При этом, словно издеваясь, она стирает различия между противоположностями, между правдой и ложью, правом и беспределом, демократией и единовластьем. Система научилась окутывать обманками, а россияне готовы обманываться. Сознание не справляется с восприятием разложения, которое выглядит как консолидация. Мы пытаемся избавиться от головной боли, упрощая картину, либо разрисовывая ее метафорами. Подменяем сущность стилем или находим выход в заимствовании чужих схем. Причем каждый видит то, что укладывается в его видение. Одни видят дисфункциональность в том, что для власти норма. Другие, напротив, в кремлевской норме видят системный сбой. Тем временем система меняет макияж, сбивая с толку, уничтожая созданный им же фактор Навального, Кремль обращается к насилию. Многие видят в этом поворот к тоталитаризму. Но возможен ли он без идеологии и при наличии декоративных институтов? Выпустив орду космонавтов, чтобы отбить у граждан желание выходить на улицу, где вы видели, чтобы носитель единовластия уверял свой народ? Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Причитание не вписывается в правление сильной руки. И, очистив улицу Кремля, начал готовиться к выборам. Ну разве не шизофрения? Вентилова и избирательная кампания в одном флаконе. Россия экспортирует свой постмодернизм на Запад. Членство России в Совете Европы не мешает Кремлю засадить 10 тысяч человек в кутузку. Но тот факт, что 66% респондентов в либеральных демократиях относятся к России негативно, говорит, что когнитивный диссонанс Запада в отношении России излечим. Кремль формирует свою диалектику. Уничтожив независимые каналы проявления интересов, власть закладывает ответ в виде стихийного движения поверх политических и идеологических различий вокруг лидера оппонента. Оппозиционная вертикаль быстрее аккумулирует недовольство через моральное отторжение власти. Но это антирежимный протест, который не обязательно перерастет в антисистемный протест. Подстраховка единовластия – псевдодемократические институты и выборы. Они создают иллюзию, представительство и уничтожают надежду на него. Возникает ситуация, когда система вызывает у граждан стремление к переменам и одновременно блокирует их. Между тем, нам, интерпретаторам, принадлежит своя роль в воспроизводстве единовластия. Мы нередко уводим внимание от важного. Мы создаем ожидания, либо порождаем безнадежность. Мы твердим, что Россией движет непредсказуемость, ибо нам лень копаться в системном нутре. Тот факт, что даже среди россиян, которые получают информацию из интернета, 43% полагают, что страна движется по правильному пути, а уровень одобрения президента Путина после показа дворца составляет 64%, опросы Левада-центра, обозначенного иностранным агентом – это отражение нашей неспособности объяснить обществу, что такое этот правильный путь. Интеллектуальные упражнения имеют последствия. Уверение в том, что Навальный нанес режиму смертельный удар, могут вызвать у недовольных стремление его завершить и заплатить за это сломанной жизнью. Мантра, что все бессмысленно, порождает обреченность. Давно пора прекращать аналитическую попсу. Но что, если мы разучились думать? Ведь мы привыкли к другому ремеслу реагировать на сиюминутное и предпочтительно в кремлевской сфере. Чем меньше мы про нее знаем, тем больше мы про нее говорим. Путин чихнул, и что бы это значило? Медведев – политический труп или еще оживет? А у Собянина есть шансы? А вот что Володин и так бесконечно? Трещать о власти стало в России профессией. Самое популярное увлечение – путиниана. Мы приучили читателей и зрителей к тому, что если в заголовке нет заветного слова «Путин», то и читать и смотреть нечего. Впрочем, зачем читать и смотреть, если можно включить стрим и сделать в это время много полезного по дому? Вот и славно для власти, которая получает дополнительную подстраховочную сетку в виде бесконечного словесного дождя. Неважно, одобрительного либо разоблачительного. Какой в этом для Кремля вред? Пусть клевещут. Болтелая подчас критика, которую вы слышите, не обидно вам услышать? Нет, я давно к этому привык, это неизбежно. Таковы законы развития любого общества. Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты. У нас есть ведь такое в народе очень хорошее выражение. Мягко стялят, но жестко спать кладет. Вот это, мне кажется, вполне наш стиль. У каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба. Я верю в пассионарность, вот эту теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, так и в обществе. Идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития. Проблем моря. Но мы всё-таки, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы всё-таки на подъёме. Если я три месяца здесь живу у матери на её пенсию, как вы считаете, хорошо или плохо? Мужику за 40. Не позорно ли это? Нету работы, а что сделать? Ваши отношения к Путину, вот он 20 лет... Он, понимаете, вот тут вот очень спорно. Он, с одной стороны, молодец, что вот международное, что-то. Надо американцев всё равно пугать надо. Нам надо себя ставить. Нам надо спину распрямлять, потому что при Ельцине мы опустились ниже плинтуса. Но ведь во внутренней-то политике вообще ужас. Это катастрофа. Даже в Москве с зарплатами. Вот ни работы, ни зарплаты. Даже в Москве. Тогда вопрос, что важнее, международная политика или внутренняя? Международная. Пусть не то, чтобы бояться, но если нас, если мы не будем им отвечать адекватно, нас задавят здесь все. Наши оппоненты или потенциальные противники всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждающих власти. Всегда их использовали. Использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных. И здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно. И все это просто самым активным образом используется. По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы, так и есть. Но знаете, в чем дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе и у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, к уровням своих доходов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин